доброго утречка сегодня пятница и сегодня я решила вас замотивировать на уборку сегодня будет такой мотивационный влог продуктивный я проснулась буквально 15 минут назад успела уже почистить зубы и умыться сейчас я без макияжа и думаю что я не буду краситься потому что сегодня будет настоящий такой домашний влог поэтому я не считаю что мне нужен какой-то макияж я знаю себя что если я начну краситься то в итоге у меня будет макияж как на новый год пыльное зеркало означает что сегодня как раз таки тот день когда нужно много прибраться в квартире и поэтому я решила что я думаю вам очень понравится такое видео которое вас замотивирует прямо начать убираться я не просто буду снимать продуктивный влог я хочу чтобы прям провели со мной это утро я покажу вам несколько практик которые делаю по утрам но не каждый день я прям вот стараюсь делать каждый день но мне не получается потому что на это нужно естественно время я поняла по одному моему видео про расхламение гардероба что такие видео очень нравится наверное я не знаю людям нравится какие-то мотивационные видео про уборку и я решила что пора снять второе такое видео только где я буду прям убираться как обычно как это делаю в обычной жизни но без расхламение гардероба чуть позже я вам объясню что с моей пальмы происходит берите чего-нибудь тепленькое попить и я желаю вам приятного просмотра надеюсь что это видео вас замотивирует на какую-то уборку я буду делать наверное какие-то более длинные вставки с музыкой поэтому вы можете даже мое видео поставить на фон и убираться к примеру вместе со мной сегодня мне будет очень трудно наверное снимать вот таким вот штативом просто вот вот его высота мой штатив который высокий с кольцевой лампой он сломался я до сих пор никак не могу себе заказать новый поэтому снимаю на свой самый первый штатив как только я вот начала снимать и я надеюсь что я с ним как-то справлюсь потому что хочется как-то снимать себя во весь рост сдалека а он на самом деле вот такой вот низкий да начнется продуктивный день посмотрите какой у меня появился друг сайферба я его купила как раз для йоги для медитации просто чтобы было приятно дышать в квартире в комнате вот такой маленький диффузер ведь какой он миленький он подходит в основном для маленького какого-то пространства как вот моя комната потому что ну на фотографиях он выглядел вот такой я думала круто наверное большой вот очень хорошо распылять прям запах и когда его включила я поняла что я сижу и принюхиваюсь рядом с ним чтобы почуять хоть какой-то запах в итоге я немного поняла как он работает здесь вот есть отметка максимально до куда можно максимально наливать воду сожалению если налить воду до максимальной отметки то он как-то перестает работать вот такая конструкция я сначала сидела и думала что вот это вот за колечко что сюда нужно копать масло или нет в итоге я поняла что эту штуку в общем нельзя трогать и все нужно просто вот сюда вот налить воду на капоте ароматическое масло или эфирное масло и все и он будет работать вот я сейчас налила воды прям вот половинку желательно даже меньше если вы хотите что больше пара было добавок я заказала вот такие ароматические масла тут прям топ 6 самых популярных масел очень красивая упаковка меня прям удивило посмотрите как это выглядит все внутри каждое масло прям про него все расписано вот здесь красивенько все выложено ничего не не могло даже потрескаться разбиться и вот эти три масла которые я использовала в последние дни лаванда мята обожаю мяту прям офигеть как она пахнет и апельсин прям супер бодрящий запах все натуральные очень классно разносится по всей комнате дополнительно ко всему этому набору я получила вот такую вот книжечку здесь очень красиво написано за каждое масло какое на имеет свойства и вообще что это за масло для чего оно нужно можно использовать для лица для ног добавлять куда-то в пылесос но тут короче очень много всего интересного сейчас я добавлю в диффузер вот это масло потому что она считается самым бодрящим и подходящим для утреннего времени извините за мой голос я не знаю почему мне такой голос сейчас но действительно по утрам бывает и такое добавляю буквально пару капель ну пару она прям выливается так очень быстро я стараюсь прям чтобы не вылить всю бутылочку вот примерно я не знаю сколько здесь 5 6 капель наверное и этого хватит для того чтобы здесь был невероятный запах я еще немножечко вот так вот взбалтываю чтобы наверняка все прям хорошенечко распространялась закрываю крышкой и вот такой здесь подключатель с другой стороны он как юсби обычно и включаем первый режим идет вот такой вот подсветкой видите этот дымок я добивалась его наверное несколько дней он просто не шел и я не понимала почему во первых потому что это очень красиво а во вторых это означает что все очень хорошо распыляется вот прям сейчас такой офигенный аромат вы не представляете можно сделать вот второй режим чтобы вам не мешала подсветка если вы например легли спать и хотите чтобы он всю ночь работал также здесь есть таймер на 4 часа вот так выглядит упаковочка это от фирмы now solutions если вы хотите ароматы для вашей комнаты то обязательно приобретайте его он стоит вообще недорого и также я могу вас порадовать небольшой своей скидочкой поэтому обязательно покупайте перед самой йогой я обычно делаю разминку примерно 7 минут для того чтобы прям вот растянуть все свои мышцы и быть готовы к каким-то более сложным растяжку и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Самое удобное время для того, чтобы сделать медитацию, как раз-таки после йоги, когда вы уже расслабились, поэтому можете сразу переключаться на медитацию, на какую-то медитативную музыку и расслабиться хотя бы на 10 минут. Далее очень полезная практика, это практика благодарности, потому что мы вообще не замечаем ничего хорошего в нашей жизни. Для того, чтобы улучшить свое внутреннее состояние, можете написать хотя бы 5 благодарностей каждый день. Хотела вам показать мой неоправданный восторг от этой пижамы в каком-то видео, наверное. Во влоге с Польши я вам показала вот эту пижаму и сказала, офигеть, как я хотела ее, какая она классная. Но на самом деле, я понимаю, что это Victoria's Secret, это как бы пинг, но это так позорно делать вот такое вот качество. Вот посмотрите, она вся помятая даже от того, что я, например, ложусь в ней спать или просто сажусь на кровать. Или вот, посмотрите на мой рукав. Более раздражающего я ничего в жизни не видела. Это прям нужно разглаживать каждый раз, когда вот я закатываю вот так вот рукав. Мало того, что его нельзя закатить, так он еще и, видите, падает. Это очень огромные длинные штаны. Я постоянно наступаю на штанины тапочками, мне это не очень нравится. Вдобавок еще и вот эта вот гармошка мне прям покоя не дает. Я не знаю, какой смысл это опять гладить, если я закачу рукав, и все, и оно примет форму. Я не понимаю, что это за качество. Я очень разочарована в этой фирме. Самое интересное, что цена действительно Victoria's Secret, а получается какое-то говнецо, а не пижама. Да, и насчет пальмы, как бы хотела вам показать, что происходит с моей красивой пальмой, которая когда-то была. Я не знаю, что с ней произошло, но она начала вся, вот видите, она какая-то искошенная, вот в эту сторону. Она начала почему-то падать, все ее листья начали вот так вот падать на пол. И у меня не было времени, мы как раз улетали в Польшу, и я как бы ее полила хорошенько и бросила на две недели. Возвращаюсь, она выглядит вот так. Вся засохла, превратилась в какой-то мертвый куст. Тут буквально еще несколько веточек зеленых осталось. И я вообще переживаю, что я ее не верну в жизнь. Хотя мне кажется, что это действительно так. Я решила ее привязать вот такой вот непонятно чем, что у меня было дома, чтобы она не рухнула окончательно. Но я не знаю, правда, что делать с ней. Я даже добавила ей земли, и я не понимаю, почему ее ветки падают. Посмотрите, сколько у нее тут места вообще. И я не понимаю, что с ней такое, почему ей не нравится находиться в моей комнате. Я думала, я просто куплю эту пальму красивую, поставлю ее, и она будет украшать комнату. А на самом деле за ней нужен уход да уход. Уже начинаю понимать, что вот эта вот красота вообще не для меня. У нас сегодня очень шумно, соседи раздражают. Я их очень ненавижу. Соседи с первого этажа. Я не знаю, им просто не живется дома, им не сидится. Они обязательно должны выйти на улицу и что-то строить, какую-то машину чинить. Мне кажется, они мешают всему дому, и все их ненавидят. Я их очень сильно ненавижу. Почему не начинают сверлить, когда я начинаю снимать? Сейчас я вам покажу всю реальность нашего зала. Что мы сегодня с вами будем делать. Здесь у меня висит белье, которое я вчера постирала. Очень выглядит эстетично, но некуда вешать. Действительно, посмотрите, какой маленький зал. И на балкон выйти невозможно, потому что у нас каждый день дожди, и невозможно оставить вот так вот белье. Сегодня будет происходить уборочка во всем зале и на кухне. Вот получается зал, а вот кухня. Так что я разберу уже посуду, которая была помыта, и надо будет помыть новую посуду. Буду себе готовить завтрак. Нужно помыть сковородку со вчера. Чистая сковородка у нас уже есть. Сейчас я буду готовить завтрак из всего, что есть в холодильнике. Конец недели, уже ничего не осталось. Так что доедаю все, что есть. У меня тут такие классные приобретения с Алиэкспресса. Я давно снимала видео насчет вот этого пакета, который закрывается. Он такой прям как вакуумный, то есть не пропускает воздух. И даже если набрать сюда воду, то она не будет выливаться. Здесь я храню обычно лук и всякие овощи, которые я нарезаю и не доедаю. И вот эта штука, это прям жизненное спасение. Вот вы открываете какую-то там банку, консервы или что-то такое. В общем, что угодно. И вам нужно это накрыть. И вот такие вот штуки резиновые я покупала на Алиэкспрессе. Также у меня есть вообще всех размеров. Вот эта используется больше всего, потому что я очень люблю фасоли в томате. И я постоянно ее покупаю. И вот таким вот образом закрываю. Посмотрите, как классно. Очень удобно. Также если я смотрела, как люди переворачивают и ничего не выливается. Но я никогда не пробовала и пробовать в принципе не хочу. Так что сейчас мы будем делать с вами яичницу с луком, с сыром и с фасолью. Но фасоль я не буду добавлять. Конечно же, это будет просто на тарелках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кое-кто у нас в доме, когда жарит яйца, он жарит их вот так. Он жарит их просто на этой плитке. И кое-кто это... Нет, секундочку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Твоё место тоже будем убирать. Чё это где-то не застелено постель? О, пёсик. Пёсик-то сладенький пёсик. Вот эта её еда здесь вообще никак не вписывается, неэстетично вообще стоит. Но она огромная. 20 килограмм, его некуда вообще девать. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас взяла мой телефон. Надеюсь, что качество такое же хорошее, как и на камере. Хотя это 12 Pro Max. Качество должно быть намного лучше, но надеюсь, что меня нормально слышно, так как тут динамики не такие. Ситуация сейчас такая. Сейчас у меня камера взорвалась. Ну, как вы видите, я сейчас скидываю весь материал, который я уже сняла. И тут 40 гигабайт. Тут целых 40 гигабайт. Это из-за того, что я снимаю видео, ну, как я убираю, к примеру, да. И я не бегаю выключать камеру каждую секунду, потому что у меня руки грязные. И поэтому получается, что сейчас берём немножко тайм-аут. Выводим этого пса, который уже хочет гулять. Уже два обеда. И пора погулять с псом и покормить его. Хотела вам показать же мои кроссовочки новые от Рибок. Боже мой, я не знаю, как это на русском говорится. Тут говорят Рибок, так что я буду говорить так. Смотрите, какие классные кроссовки. Я прям очень долго искала именно белые. Но чтобы они были не просто белые, а с каким-то ещё, я не знаю, вот как с вот этими полосками. Вот это вот вообще офигенно смотрится. Прям как-то украшает, короче, и стильно, и спортивно. Подошва суперудобная. Я вам оставлю на них ссылку. Их, конечно, вообще сейчас нигде почти нельзя найти. Но если вам удастся их найти, то обязательно берите, не пожалеете. Во-первых, они очень дешёвые. Во-вторых, качество на уровне Nike. Ну, а я сейчас на фронталку, надеюсь, качество не ужасное. Такая классная погода сейчас. Вообще, я люблю, когда прохладно, но как бы чувствуется зима. Сейчас... Какое сегодня число, господи? А, 400 фев... Нет, 400, какой 400? Сегодня 11 февраля, и уже чувствуется весна. Птицы поют, солнце, тепло. 16 градусов, кстати. Ну, посмотрите, что у нас тут. У нас тут осень. Вообще, смешанное какое-то время года, потому что вот все листья жёлтые. Только сейчас они пожелтели. Листья зелёные, жёлтые, и вообще красота. У меня немного красный нос, потому что я ледяная, я как лёд. На улице 16 градусов, а я... У меня холодно нереально. Но я в свитере. Как бы мне не хочется надевать куртку, потому что не слишком холодно. Те, у кого нету солнышка, я посылаю вам лучики солнышка. Субтитры сделал DimaTorzok Это мой самый любимый заменитель тряпки с ведром. Я считаю, это спасение времени, потому что вы просто берёте и используете. Вам не нужна ни вода, ни ведро. Субтитры сделал DimaTorzok Уже два дня лежит вот эта таблетка от глистов для Баси. Сейчас я вам покажу, как я буду её обманывать. Берём кусочек хлебушка и прячем вот сюда таблетку. Не очень хорошо я спрятала. Сейчас посмотрим, как это сработает. Ну-ка, Бася, хотите попробовать вкусный хлебушек? Давай, Бася, кушай. Вот так вот. Хороший пёс. И ещё половинку. Не знаю, как у кого, но мою собаку очень легко обмануть. Пожалуйста. Она ничего не почувствовала. Надеюсь, вы получили ту мотивацию, за которую вы пришли и зашли на это видео. Я хочу вам пожелать лёгкой, весёлой уборки и прекрасного настроения. А мы уже очень скоро с вами увидимся.